Дошкольный возраст – стартовый этап в развитии экологической культуры человека. Как правильно заботиться об окружающей природной среде, должны знать все от мала до велика. С этой целью в детских садах комбината «Запорожсталь» проводятся тематические лекции и увлекательные занятия. Подробности знает Евгения Мельник. В день охраны окружающей среды в детском саду номер 23 «Дюймовочка» прошло открытое занятие на тему экологии. По словам начальника лаборатории охраны окружающей среды комбината «Запорожсталь» Инны Холиной, программа работы с дошколятами направлена прежде всего на развитие гуманного отношения к природе, освоению навыков защиты окружающей среды, расширение кругозора детей. Все эти занятия способствуют тому, чтобы дети любили природу, бережно к ней относились, потому что то количество мусора, которое образует человек в процессе жизнедеятельности, все время растет. И поэтому дети должны понимать, что необходимо бережно относиться к природе, необходимо вторично использовать отходы и не выбрасывать их в окружающую среду. На занятии детей в игровой форме ознакомили с правилами поведения на природе. В рамках мероприятия состоялся мастер-класс «Экомастер», на котором ребят научили делать поделки из ненужных бытовых предметов. Изготовление необычных игрушек понравилось детям больше всего. У меня самолет, мама делает настоящие самолеты, а я делаю игрушечные. Бабушка меня учила делать косичку из трех пакетов. Я научилась лошадь из бутылки, из веревки, из пакета. В детском саду действует экспозиция «Вторая жизнь обычных вещей». Цель выставки – заставить детей по-другому, более пристально взглянуть на вещи, которые они выбрасывают, воодушевить на использование их в творчестве. В нашем детском саду сегодня еще будет проходить выставка. Педагоги нашего детского сада, а также родители с детьми дома и в детском саду изготовили различные поделки из различного бросового материала. Изделия из подручных материалов можно увидеть не только на выставке, но и по всей территории вокруг детского сада. Здесь, на сказочных полянках, малышей встречают герои из любимых сказок. Использование таких необычных материалов декоративно-прикладного творчества способствует развитию фантазии у малышей, нестандартному решению поставленных задач, а также более бережно относиться к окружающему миру.